Начнем вторую лекцию. Тема называется «Жизненный цикл программного обеспечения информационных систем». В этой лекции мы рассмотрим то, каким образом в целом происходит процесс разработки информационной системы, какие бывают модели этого процесса. Но прежде всего нам нужно определиться с важным таким понятием жизненного цикла. Это конкретная последовательность стадий, выполняемых при разработке, внедрении и так далее, вот этой самой информационной системы. И вот есть основные этапы, которые непосредственно разработки касаются. Есть дополнительные, которые влияют, например, на организационную структуру, на обеспечение этого самого процесса, то есть, например, закупка нового оборудования. Но здесь под «Жизненным циклом» будем понимать именно вот эту основную работу, то есть, или цикл, или последовательность работ, которая выполняется, или последовательность событий, например, да, можно так сказать, которые происходят. Вот тут написано, да, то есть «Жизненный цикл» можно представить как ряд событий, происходящих из системы в процессе создания и использования. Вот, как я уже сказал выше, есть несколько моделей жизненного цикла, они разным образом показывают вот эти вот наличие того или иного события, их последовательность, их взаимосвязи во времени. Модель жизненного цикла – структура, содержащая процессы, действия и задачи, которые осуществляются в ходе разработки функционированной сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы. От определения требований до завершения ее эксплуатации. И вот есть несколько основных моделей. Первая – это, ну, сразу все три на экран выведу сейчас. Первая – это каскадная разработка, она вот состоит из последовательных шагов, при этом осуществляются переходы предыдущего на следующий, она еще «водопадная» называется. Вот, и при этом не предусматривается возврат на предыдущий шаг. Значит, эта модель требует четкого формирования технического задания на этапе, вот, или до этапа разработки требований, точнее, на этапе разработки требований, потому что именно требования в техническом задании отображаются. Еще такая базовая классическая модель, она очень, ну, более-менее эффективна или продуктивна использовалась при разработке простых информационных систем, то есть на начальном этапе формирования вот этой отрасли разработки информационных систем. Вторая модель, она уже добавляет вот эти вот обратные связи, да, то есть при проектировании. Вот эти обратные стрелки, это обозначает некоторый контроль того, насколько номер требования были в проектировании учтены. Вот, и в некоторой степени она позволяет немножко этот процесс дизайна и разработки сделать более гибким. То есть, если вдруг при проектировании оказалось, что используемое, ну, например, да, используемое программное обеспечение на стороне заказчика не позволяет, например, реализовать какие-то функции, да, то мы их, эти функции можем убрать из требований, ну, и потом посмотреть, вообще говоря, можем мы выполнить все требования. Ну, то есть нужно ли в том виде, в котором, ну, в настоящий момент у нас дизайн сформулирован, то есть нужна ли такая информационная система предприятию или все-таки можно продолжить дальше, переходить на следующий этап, на реализации, тестирование и ввод в эксплуатацию. То есть в этой модели мы можем в некоторой степени немножко модифицировать какие-то там мелкие аспекты технического задания, уточнять уже в процессе проектирования. Ну и последняя модель, поэтапная модель, спиральная модель называется, жизненного цикла. Значит, здесь разработка идет, ну, по спирали, да, то есть сначала мы создадим прототип одного уровня реализации системы, потом уточняем этот прототип, и на следующем этапе еще дальше уточняем этот самый прототип. Значит, польза такого подхода заключается в том, что мы всегда, ну, то есть в конце этого, вот, одного спирального цикла, да, с одного оборота мы можем представить некоторый работоспособный образец за некоторое небольшое время. И можем его показать заказчику, заказчик может его протестировать и сказать, значит, что ему там нравится, что не нравится. И в рамках технического задания, основного, да, мы можем, опять же, уже более точно, по сравнению с, поэтапной модели с промежуточным контролем, да, вот предыдущим вариантом, уже более точно сформировать какие-то там изменения. Вот. На практике больше всего распространены, вот, так сказать, вот, каскадная модель, да, характерная для периода 70-85 года, и спиральная модель, ну, как я уже сказал, что каскадная, удобно, если у вас очень простое приложение и заказчик вам дал фиксированный, так сказать, объем средств на вашу команду разработчика, да, например, и очень четко сформулировал техническое задание. Спиральная модель, она удобна, если информационную систему разрабатывает само предприятие, вот, каскадная модель, вот, у нее есть несколько преимуществ, это, в частности, на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, имеется в виду, вот, на каждом этапе, вот, это вот, то есть, разработка требований, проектирование, реализация, то есть, этап считается законченным, если выполнены все необходимые, так сказать, действия, в частности, документация подготовлена, то, что там написано. То есть, всегда у нас есть полная информация о том, что нужно делать на очередном этапе. Ну, и выполнение логической последовательности этапов позволяет планировать сроки завершения работ в целом. В условиях, если вдруг вот эта вот предметная область слишком динамична, да, ну, то есть, меняется требование, фактически, вот. То есть, о чем я хочу сказать, что и бывает, точнее, в современном, так сказать, динамическом мире все меняется очень быстро, поэтому в процессе разработки информационной системы могут поменяться требования. То есть, это может реализоваться, как, например, в отказе заказчиков, например, в принципе, в дальнейшем разработке информационной системы в исходной, так сказать, постановке, то есть, она ему уже как бы не нужна. Либо надо как-то перестраивать систему разработки информационной системы, так, чтобы она каким-то образом все-таки учитывала вот эту динамичность предметной области. И вот в таких динамических средах, да, может оказаться, что заказчик получает систему, не удовлетворяющую их реальным потребностям. Ну, другой пример, это то, что вы, скажем так, внедрили информационную систему заказчик и начал пользоваться, да, и оказалось, что там что-то ему не нравится, да, ну, то есть, он как бы раньше понимал процессы одним образом, а потом оказалось, что это, скажем, неправильное его понимание. Либо, если вот с положительного момента посмотреть взгляда, да, то, например, у него появляются новые какие-то потребности, да, и точнее, эти потребности могут появиться уже в процессе разработки, а их очень трудно в каскадной модели учесть. Ну, вот, как раз, спиральная модель, она, это как вариант решения перечисленных проблем, вот, и вот степень реализуемости, реализуемости, ну, то есть, вот эти все требования заказчика, да, мы можем просто протестировать путем реализации быстрых прототипов. То есть, прототип реализовали, проверили, заказчик согласился, да, мы занимаемся дальше его совершенствованием, то есть, уточняем. Вот. Проблема основная спирального цикла, это определение момента перехода на следующий этап. Вот, это первая проблема, вторая проблема, это в том, что, если спиральная модель, очень трудно реализуемо, потому что необходимо всякий раз очень часто внедрять вот эти вот элементы, которые мы на очередном этапе развили, разработали в работоспособные, точнее, в рабочие системы уже. Ну, то есть, вот уже есть, скажем, функциональная система, которая на предыдущем этапе была внедрена уже в основные жизненные, в основные бизнес-процессы предприятия, а нам нужно куда-то, то есть, в него же внедрить дополнение, так, чтобы не разрушить работу предыдущей версии. Вот это вот один из сложных этапов, то есть, он намного сложнее, чем той же самой каскадной модели. Но вот в настоящее время есть тут в этом тексте это не показано, так называемая то есть, разработка на основе полномасштабного тестирования. Я попытаюсь найти вам несколько интересных проектов, где простых, но так, чтобы там было показано, каким образом это тестирование реализуется. Значит, суть этого подхода заключается в том, что мы очень много времени тратим на то, чтобы писать тесты. То есть, мы тесты один раз написали, и потом постоянно для каждой версии, на каждом витке разработки, после каждой компиляции очередной версии какого-нибудь блока, мы можем запускать тесты и смотреть, какие тесты выполнились, какие не выполнились. Тесты должны выполниться все. Вот если все тесты выполнились, то считается, что вы программу правильно написали. Можно, конечно, не писать тесты и оставить те тесты, которые раньше были, не добавлять. То есть, вы добавляете новые функции, но не добавляете для них тесты. В этом случае, конечно, все тесты выполняются, но тогда вы сами, так скажем, ставите себе палки в колеса, то есть, вы не создаете, так сказать, среду, в которой вы пытаетесь достичь истины, то есть, соответствия дизайна и проекта информационной системы тому, что должно быть на самом деле. Так вот, если вы разработали полноценные тесты и все тесты для очередной версии выполнились, то происходит уже непосредственное внедрение в основную систему, которая в эксплуатации находится. При этом сначала новые тесты тестируются на этой системе, чтобы они все выполнились, да? Потом уже добавляются новые функции в основную систему и опять проводится тестирование. если все тесты выполнились, то считается, что внедрение произошло успешно. Это, конечно, не исключает возникновение каких-то там ошибок в эксплуатации и не для всякого задачи, не для всякого бизнес-процесса вот эта вот спиральная модель реально подходит, в частности, при разработке информационных систем, которая управляет , например, устройствами, неработоспособность которых может повлиять на жизнь людей в мироатомной станции. Там, конечно, нужно очень медленно и нудно разрабатывать при помощи каскадной модели такую информационную систему. Экспериментировать там нельзя. Ну, вот опыт компании, так сказать, старого образца, ну, например, я работаю в институте, да, там как раз используют в большей степени каскадную модель. Ну, использовали, когда был такой в 90-х годах, в начале 2000-х, 10-х годах были хоздоговоры и вот продал в основном реализация жизненного цикла была в соответствии с каскадной моделью. Почему? Ну, очень много есть у него положительных моментов, в том числе которые сложились исторически. Можно посмотреть, каскадная модель предлагает разработку законченных продуктов на каждом этапе технического проекта обязательно. Причем, кстати, есть задачи разработки технического проекта на создание технического проекта. Это как бы отдельная вообще задача и за нее отдельно берутся деньги. Так, ну, мы тут говорили про то, что все, на каждом этапе у нас окончательно завершается, только потом переход на следующий этап. Отсюда создается иллюзия того, что мы управляем проектом, то есть мы можем предсказать через какое время очередной этап может закончиться или должен закончиться. Вот, мы разрешаем себе реализовать только те требования, которые задержатся спецификацией, то есть если какие-то хотелки новые появились у заказчика, мы в этом случае либо дополнительное соглашение создаем, то есть какие-то дополнительные деньги на это, либо организуем вторую очередь разработки, то есть следующий этап уже. Таскадная модель с определенными этапами лучше подходит для заключения контракта с оплатой по результатам работы и он позволяет более точно, более адекватно оценить полную оценку стоимости, то есть оценить полную стоимость проекта до его завершения. условия, есть фиксированные деньги на разработку, каскадная модель как раз позволяет более эффективно этим объемом пользоваться. Спиральная модель она все-таки менее предсказуемая и вот как раз написано, что очень удобно ее использовать, если разработка ведет своими силами, то есть мы можем непосредственно с заказчиками на самом производстве взаимодействовать. чисто географически в одном и том же месте мы находимся. Жизненный цикл все-таки вот если уже рассматривать каждый этап более подробно его модели жизненного цикла вообще говоря их несколько моделей существует. В свое время IBM International Business Machines в 70-х годах разработала Business System Planning методологию. Вот она вот ее можно более подробно познакомиться на Википедии на глоязычной русскоязычной к сожалению нету и она я посмотрел в общем она реализует такие вот ну скажем так умозрительные аспекты того как информационная система разрабатывается ну например первый этап это подготовительный значит нам нужно найти людей с которыми мы будем обсуждать задачи это первое второе людей которые будут заниматься реализацией ну тут есть много разных ролей то есть основной директор спонсор то будет деньгами нас снабжать руководители проекта участвующие в проекте и секретарь в частности его задача заключается в том чтобы документацию вести ну роли можете почитать точнее функции очень это похоже на бригаду главного программиста значит второй еще один подготовительный этап здесь определяется время за которое мы должны проект так сказать реализовать документы найти о бизнес процессах выбрать заинтересованных лиц сейчас менеджеры то есть заинтересованные лица не должны быть обязательно менеджером организовать встречи информировать участников и так далее начальная стадия процесс разработки он представляет собой серию встреч на первой встрече естественно должно быть объяснено цель задачи проекта должен быть представлен план проекта кто будет в нем участвовать какие есть ресурсы и какая будет играть роль какую будет играть роль информационная система организации следующий этап это этап анализа и он является одним из самых важных в этом подходе вообще вот я руковожу этими дипломными проектами на ВКР классическим как раз по этой схеме построен в технических вузах первым делом требуют студенты чтобы он проанализировал организационную структуру предприятия и нашел место расположения заинтересованных лиц или там отделов каких-то агентов которые хотят внедрения информационной системы как только мы это определили мы можем уже говорить о функциях информационных систем то есть вырабатывать требования значит сам этот процесс поэтапный я потом отдельно вам покажу процесс разработки жизненного цикла на этапе анализа вырабатывается стратегия каким образом в целом то есть концептуально будет информационная система разрабатываться решается вопрос каким хотелки нашего заказчика можем представить в требованиях планирование ресурсов где-то все это к стратегии относится анализ новых каких-то заказчиков то есть если программный продукт тиражируемый разрабатывается например один из бухгалтерии то мы же не для одного будем его разрабатывать а для нескольких заказчиков вот надо посмотреть что у них там общего ну по дно с редакшеном я думаю что это анализ разных деталей то есть степень их значимости выбрасывания незначимых элементов из функции анализ процессов которые не фиксируются документально и так далее вы можете почитать координация транспорта переоснащение линии производства обновление информации каким образом это все это анализ процессов тут опыт или как в среднем по статистике ибинской обычно это 40-60% нужно проанализировать к ним относятся создание контактов складирование выписывание счетов мониторинг и так далее какие данные функционируют в этих самых процессах процессы это что такое процесс это набор функций преобразующий вход на выход это один из способов представления потом его коснемся тоже так вот промежуточные вот эти элементы вход и выход это те самые данные каким вот образом они представляют информационная поддержка то есть откуда брать дополнительную информацию об организации этих процессов организационной структуре о том как функции реализуются дискуссия о том как этим всем нужно управлять ну и еще какие-то дополнительные вопросы рассматриваются ну и естественно анализируются что мы в конечном счете получим внедрением этой самой информационной системы ну то есть мы меняем организационную структуру предприятия внедрением информационной системы и у нас появляются какие-то новые эмержантные свойства помимо тех что мы ожидаем изначально ну как заказчик так скажем предполагал что у него улучшится а что мы еще можем улучшить вот кстати я как-то прочитал книжку IBM взгляд изнутри довольно интересная книжка вот у них была такая фишка у IBM что они за свою работу брали на 25% больше чем фирмы конкуренты ну фирма IBM она была очень известна много кто к ней обращался чисто потому что это ну бренд определенный вот но на эти 25% они еще дополнительно заказчику каких-то функций реализовывали то есть заказчик всегда оставался как бы в определенном профике дополнительно ну это некий сюрприз для него заключение анализа делается ну собственно с заключением каламбур получился первым делом определяется архитектура во всех смыслах то есть архитектура система архитектура новая организационная если она значительно меняется матрица процессов может поменяться и так далее установка приоритетов то есть какие функции первыми будут реализовываться изучается влияние на организационную структуру какие-то дополнительные предложения еще выдвигаются представляется вот этот весь материал который был собран проанализирован всем участникам разработки и в заключительном этапе собственно составляется техническое задание установлен специфические обязанности то есть обязанность внедрить обязанность разработать и так далее есть много критики в этот самый процесс разработанный IBM если их тут почитать то по сути говоря вся критика она основывается на том что есть некоторые специфические отрасли заказчика где данные модели работают не очень хорошо но в целом да то есть как некая такая базовая архитектура начального этапа жизненного цикла связанного с обследованием заказчика его организационной структуры бизнес процессов структуры данных или документов которыми они манипулируют вполне подходит помимо этого бизнес систем пленнинг архитектуры есть еще другие стандартизованные подходы к организации жизненного цикла вот есть ГОСТ 34601 90 ну прямо такой документ в котором более-менее подробно описывают что должны делать заказчик и тот кто реализует да исполнитель процессе реализации каскадной модели жизненного цикла при разработке программного обеспечения международной организации то есть international standardization organization есть тоже куча стандартов различных которые организуют процессы для жизненного цикла для заказного программного обеспечения вот есть еще так скажем варианты моделей жизненного цикла связанные или создаваемые непосредственно фирмами например Oracle Custom Development Method называется у него там несколько подразновидностей даже есть в 90-х годах набрал популярность Rational Unified Process процесс процесс моделирования предметной области в большей степени это все-таки мы им тоже будем заниматься это U-Mail диаграммы ориентированной интерактивной разработку больше на спиральную конечно и на объектно ориентированное программное обеспечение Microsoft Solution Framework в принципе то же самое что Rational Unified Process он только специфизирован для разработки именно бизнес приложений то есть Rational Unified процесс он наиболее общий подход то есть там важно самый главный фактор влияющий на то как будет устроена информационная система для программного обеспечения это то что это объектно ориентированная система Microsoft Solution Framework именно бизнес приложений это как бы частный случай Rational Unified Process получается ну и вот экстремальное программирование это скажем так подход реализующий спиральную модель только в его экстремальных так скажем характеристиках вот в частности книги по экстремальному программированию которую мне тоже посчастливилось прочитать довольно интересная там один цикл должен занимать не больше чем 4 часа то есть цикл от формирования требований реализации формирования набора тестов и до внедрения уже на основной то есть системе продакшн системе то есть изучение именно экстремального программирования оно как раз позволяет более-менее точно понимать вот эти все этапы ну вот если брать опять стандарты например ISO то вот жизненный цикл состоит из основных процессов приобретение поставка разработка эксплуатации сопровождение приобретение мне кажется неправильно переведено просто скорее всего это все-таки анализ вот параллельно ему иду вспомогательный процесс документирование управление конфигурацией обеспечение качества разрешения проблем ну там каких-то заказчиков технических проблем аудит аттестация совместная цена верификации ну и организационные процесс создания инфраструктуры скажем какую-нибудь распределенную информационную систему разрабатывать его можно естественно сеть создавать там сервера управление обучение совершенствования обучение понятно да то есть если вы что-то внедряете новое на предприятии надо сделать так чтобы сотрудники предприятия могли этим потом пользоваться эффективно вот в этой таблице представлены основные действия преобразующие вот этот вход ну вход тут скорее всего все-таки это не функции а вход это входная информация для реализации действия в результате реализации действия у нас получается некоторый результат все это документально соответственно представлено в ISO вот этап приобретения но все-таки это все-таки этапы анализа мне кажется значит действия инициирования ну то есть решение того что нужно заниматься разработкой программного обеспечения подготовка заявочных предложений подготовка договора контрол деятельности уставщика приемка информационной системы настроен на довольно вход решение в начале работы результаты обследования деятельности заказчика вот организационной структуры результаты анализа рынка планы поставки разработки и комплексный тест информационной системы а все я понял это у нас не каскадная модель это матричная то есть приобретение это роли заказчика все очень просто результаты то есть технико-экономическое обоснование внедрения то есть зачем нужна информационная система техническое задание договор на поставку акты приемки этапов разработки акт прием сдаточных испытаний поставка ну то есть это роль заказчика разработчика то есть ой действия инициирование если они вместе с заказчиком эти вопросы обсуждаем ответ на заявочное предложение подготовка договора планирование исполнения и поставка информационной системы на входе техническое задание на информационную систему решение руководства об участии и разработке например фирма может разработчик не заниматься определенными классами задач просто ну то есть они скажем так у них есть подозрение что они определенные сроки не уложатся тогда можно просто отказаться результаты тендера техническое задание на ЕС управление план управления проектом разработанные информационные системы и документация это результат ну вход странно решение об участии и разработке коммерческие предложения договор на поставку план управления проектом все достаточно понятно ну и разработчик как правило один тоже подготовка на лист и бываний это действие которое он выполняет проектирование разработка ну кстати вот это как раз жизненный цикл пошел стандартный анализ требований информационной системы проектирование архитектуры разработка требований к ПО почему-то вот здесь после архитектуры поставили все-таки он должен быть наверху ну может быть здесь просто не обязаны быть по порядку детальное проектирование кодирование ну то есть мы когда архитектурные решения преобразуем уже то есть специфизируем их в сторону данных уже кодирование интеграция интеграция информационной системы уже в бизнес процессы предприятия на входе техническое задание модель жизненного цикла вот эти архитектурные элементы то есть подсистемы информационной системы спецификация требований архитектура кстати много повторений интересно материалы детального проектирования план интеграции и архитектура документация по информационной системе результатом является принятие решения об использовании жизненного цикла определенного модели план работ состав подсистемы спецификация состав компонент проект базы данных тексты модулей оценки соответствия требованиям технического задания тестирования и документация по тому как эксплуатировать надо информационную систему то есть вот эту табличку вы можете в принципе взять как за основу что ли то есть каждый здесь пункт он может соответствовать определенному разделу в ВКР информационную систему либо какую-то другую программную систему разрабатывать ну вот другой немножко стандарт ISO 15288 и здесь процессы на группы разбиты договорные процессы приобретения поставка приобретении внутренних решений для решения внешнего поставщика поставка внутренних решений для решения внешнего поставщика процессы предприятия управления окружающей средой предприятия инвестирования управления жизненным циклом информационной системой ресурсами и качеством проектные процессы планирование проекта оценка контроля управления рисками управления конфигурацией ну это так сказать внешние процессы которые вокруг информационной системы происходят управление информационным потоком принятие решений Техническое определение требований, анализ требований, разработка, внедрение, интеграция, верификация, переход, что за переход, аттестация, эксплуатация, сопровождение, утилизация. Переход, наверное, просто переход с одной информационной системы на новую версию, либо на новую очередь. И специальный процесс определения, установка взаимосвязей, исходя из задач и целей. Ну и вот стадии создания системы. Формирование концепции, разработка, реализация, эксплуатация, поддержка, снятие с эксплуатации. Вот пункт, который наиболее нас интересует в магистрской программе. Это научить вас в рамках сформированной концепции. То есть разработчик, то есть кто кодирует или архитектуру создает. Он, конечно, участвует в формировании концепции, но в целом этим занимаются заинтересованные лица, в частности менеджеры высшего звена. В рамках сформированной концепции необходимо разработать, реализовать и ввести в эксплуатацию информационную систему, например. Как правило, ВКР заканчивается на половине этапа номер 4. То есть вы демонстрируете, что ваша система работоспособна при помощи тестирования какого-либо. Показываете, как работают основные функции. То есть демонстрируете работоспособность заказчику. А внедрение в эксплуатацию вроде как это не ваша задача. Но с другой стороны можно ВКР представить как, например, чисто внедрение в эксплуатацию. То есть в процессе перехода от одной системы к другой, например, необходимо конвертировать данные из старых в новую. А это отдельная задача, вообще говоря, на разработку программного обеспечения по конвертации. Там очень много решается проблем. Аналогично с поддержкой, то есть можно создавать специальные инструменты, Которые позволяют эффективно анализировать, например, различные отказы работы информационной системы. Но это тоже программное обеспечение. Его тоже можно по этой схеме также разрабатывать. На этом все, наверное, да? Надеюсь, было интересно. Спасибо за внимание. До следующей встречи.